Так, запись пошла. Первые кадры я просто сделаю без видео, чтобы была заставочка небольшая. И теперь мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу. Так, ребят, я искренне рад вас приветствовать на нашем сегодняшнем мероприятии, запланированном в соответствии с нашим расписанием, с нашей системой, которую мы начинаем осуществлять. То есть, чтобы не были мы как бы пустословыми, мы об этом сказали на прошлой неделе, 15 мая. И, соответственно, сейчас начинаем это все внедрять в жизнь. Итак, перед началом презентации, дорогие друзья, я обязан прогласить дисклейми о том, что данная встреча, данная презентация несет исключительно информационный характер и не является финансовой рекомендацией ни в коем случае. Она предназначена лишь для того, чтобы вы ознакомились с возможностью системы, о которой мы сегодня с вами поговорим, о которой я расскажу. И спикер, то есть я, не является финансовым консультантом. Кто-то меня знает, кто-то нет, я коротко представлюсь. Меня зовут Александр. Фамилия простая Иванов, мне 52 года. И я нахожусь вот в этом сообществе с конца сентября прошлого года. О сообществе мы сейчас с вами узнаем. Вот. Все моменты я вам объяснил, обо всем предупредил. Итак, поехали. Показ экрана у меня включен. Надеюсь, что все видят, все слышат. Сейчас проверю, что всем видно. Да, замечательно, всем видно, всем слышно. Так, поехали дальше. Так, момент. Момент, момент. Только. Что у нас тут сбилось? Сейчас бы восстанавливаться, что-то сбилось. Сейчас восстановим все быстро. Так, все. Надеюсь, видно, слышно все. Отлично. Отлично. Итак, дорогие друзья. Прежде всего, давайте вспомним о том, наверное, вы все знаете, какие финансовые проблемы испытывает общество в настоящий момент. У любого из нас, абсолютно у любого, кто пришел сюда на эту встречу, есть финансовые проблемы. Маленькие, средние, большие, очень большие. И именно для этого вы сегодня пришли на эту встречу, именно проводим мы ее для того, чтобы каждый из нас узнал, как эту проблему можно решать. Прежде всего, ну, активная банковская деятельность в любой стране мира, вы знаете, что кредит навязывают прям абсолютно всем. Идете вы по улице, вам могут встретиться рекламные плакаты, зайдете ли вы куда-либо. Это реклама по телевидению, реклама о средствах массовой информации, кредиты просто раздаются, да. Соответственно, у нас, к сожалению, общество было не готово к такому массовому кредитованию. И многие люди просто не имеют финансовой грамотности, как вообще распределять свои финансы, как вообще жить без кредитов. И многие попадают вот в эту долговую яму закредитованности, потом не знают, что с этим делать. Берут потребительские кредиты, берут автокредиты, берут ипотечные кредиты, причем на несколько объектов недвижимости одновременно закладывая одну недвижимость в другую. И потом просто не рассчитывают свои силы, потому что рассчитывают всегда на один какой-то стабильный источник дохода и потом попадают вот в такие неприятные ситуации. То есть это связано с мирным расстройством, это связано с отсутствием финансов, это связано с отсутствием средств к платежам всех счетов, которые поступают. Это просто потом безысходность, к которой приходят люди постоянно. То есть различные начинаются варианты решения задач, решения финансовых проблем. То есть кто-то идет в ломбард сдать свое, скажем так, имущество, нажатое непосильным трудом, причем сюда ходят и подарки, и пальцы, и украшения, которые мы дарим друг другу, нашим любимым, замечательным нашим женщинам в основном. Кто-то ищет выход в микрокредитамент, то есть срочная финансовая помощь, деньги под высокие проценты, наличными за 30 минут, к примеру, только при наличии паспорта. Кто-то уже просто находится на грани и продает свои органы. То есть люди идут в такую ситуацию, в которой они просто не видят выхода. Соответственно, все это отражается на наших с вами семьях, на наших с вами нервах. То есть такие вот надписи на дверях появляются в должник, это приходят коллекторы. Понятно, что законы уже поменялись, немножко стали мягче. Мы сейчас живем в более цивилизованном обществе. Это не 90-е годы, это не 2000-е нулевые. Но, тем не менее, давление каждый из нас испытывает. Мы боимся описи имущества, которые придет к нам, допустим, судебный пристав с судебными исполнителями и, скажем так, начнут выносить наше с вами имущество. Мы боимся банкротства. Некоторые люди просто должны думать о том, чтобы решить эти проблемы с суицидом. То есть различные варианты у людей просто в голове. И каждый человек думает о том, как бы это все решить. Поверьте, как человек, который просто прошел процедуру приватного банкротства, я знаю, что это такое. Вот, неприятная ситуация. Но я благодарен этой системе, благодарен вообще тому, что со мной произошло когда-то тоже в жизни. Потому что я научился жить без кредитов. Это очень большой плюс. Банкротства вот на самом деле бояться не надо, поверьте. Даже экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, в свою очередь, когда только начинал свой путь в интернете, я много читал его трудов, послушал о его книге. Он еще не был президентом США, но этот человек испытал несколько банкротств в своей жизни. И каждый раз он начинал с нуля, и каждый раз он добивался тех результатов, о которых мы с вами знаем. Поэтому из любого положения всегда есть выход. Как говорил мой командир в армии, когда я служил в службу. И в нашем случае тоже есть выход. Какой же выход, я вам сейчас расскажу. То есть, есть ли решение этой проблемы, которая существует абсолютно у большинства категории населения. Выход есть. Действительно, он есть. Он проверенный, он рабочий. И сейчас я вам о нем буду рассказывать. Итак, возрожденное МММ 2.0. Это касса взаимопомощи имени Сергея Мавроди. По сути, неформальное объединение людей, помогающих друг другу. То есть, это не фирма, это не компания, это не офшорная зона какая-то, это не зарегистрированное вообще сообщество. Просто люди взяли, объединились в интернете и начали решать свои финансовые вопросы путем объединенной помощи друг другу. Она структурирована на десятки, сотни и тысячи. То есть, есть такая иерархия. Основана она 9 мая 2020 года. Основана и возрождена Данилом Ютубовым. Это последователь Сергея Мавроди. То есть, давайте немножко в экскурс, в историю сейчас придем. Но перед этим я знаю, что у вас сейчас такие лица. И у меня, кстати, есть очень хорошая программка. Я сейчас нажму на нее. И когда я нажимаю, я вижу все ваши лица. Вот. Раскрывать не буду, что за программа. Сейчас, конечно, нажму эту кнопочку, и мы посмотрим, что же у вас залится. Вот такие лица, я думаю, что у вас у всех есть. Скорее всего, когда вы слышите об МММ, у вас это вызывает недоверие, у вас это вызывает отторжение, у вас это вызывает какие-то негативные реакции, может быть, возможно. Давайте разберемся, почему, дорогие друзья. То есть, немножко истории. МММ существовало два раза. То есть, 1994 год и 2011 год. Я коротко расскажу, чем это все заканчивалось. Заканчивалось тем, что система разваливалась. Почему? Давайте просто проанализируем. И вот в 2011 году меня активно туда приглашали. Но я не хотел идти, потому что у меня вообще, ну, тогда ситуация была абсолютно другая. Вот. Не то, что я не понимал, что это работает. Это работает. Но там были небольшие минусы, которые мне не нравились. Во-первых, это было все централизовано. То есть, был сайт, был личный кабинет. И была система, как бы, уязвимости. Потому что были так называемые люди-десятники, которые имели доступ к финансам. И, к сожалению, к сожалению, по этой причине тоже система начала разваливаться. Потому что у десятников был доступ к финансам. Так вот, я сегодня расскажу о том, какую систему представляет МММ 2.0, возрожденная в 2020 году. Которая успешно работает уже пятый год. И исполнилась 9 мая 2024 года. Ровно четыре года. Вот. И я здесь, находясь 8 месяцев, уже разобрался во всем этом. Ребята, которые пришли сюда и услышали меня. И поверили, естественно, попробовали. У них не такие, к сожалению, лица. Уже не к сожалению, а к счастью. И я вам покажу их немножко позже. Вот. Все ребята довольны. Все решают все свои финансовые задачи. И я расскажу механизм, как это все происходит. В первую очередь, у нас есть предупреждение. У каждого. То есть, каждый человек здесь может оказать помощь. Но в ответ может так ничего и не получить. Без объяснения всяких причин. То есть, вы должны всегда об этом помнить. Никто сюда насильно никого не приглашает. Под дулом пистолета тоже никого сюда не приводят. Каждый человек приходит сознательно. На основании своего решения. Вот. Осознанного. И я вам скажу так. Если мы в этой жизни не рискуем. Мы никогда в этой жизни ничего не добиваемся. Нет ничего стабильного. То есть, нет ничего стабильного на работе. Пенсию, которую нам обещают в любом государстве. Ребята, ну надо быть реалистами в этой жизни уже. Понимать, что все-таки может произойти так, что вы всю жизнь работали, отдавали какие-то накопления государству. А государство просто не сможет потом вас содержать. И что вы будете делать дальше? Поэтому нужно немножко подумать о себе тогда, когда вы это можете еще делать. Одним из таких решений, одной из возможностей является именно эта программа. Расшифровывается вообще МММ не так, как многие думают. Возможно, да. Я тоже ошибался раньше. Но он расшифровывается очень просто. Мы можем многое. Это девиз, наверное, это образ жизни. Поэтому система здесь очень простая. Сегодня здесь помог ты, завтра помогут тебе. Предположительно, здесь выплачивается до 50% в месяц. И здесь каждую может удвоить свои деньги в течение двух месяцев. Предположительно. То есть такой расчет. Вопрос, который вас, наверное, волнует и который, скорее всего, задает каждый человек, который слышит об этом предложении. Откуда берутся деньги? Деньги берутся, естественно, от притока новых участников. Это понятно. Есть так называемый курс МАВРА. Это вообще абстрактная единица, которая вообще нигде не существует. Точно так же, как криптовалюта. Допустим, кто не верит к криптовалюту, может быть, до сих пор еще мне жаль этих людей. К сожалению, это уже реальность нашей жизни. Но все уже успешные люди, которые пользуются, допустим, благами в этом мире, рассчитывают к криптовалюту и чувствуют себя абсолютно спокойно. Так вот, МММ-доллары – это та же самая абстрактная, скажем так, криптовалюта, которая вообще нигде не зарегистрирована, не закоплена. Это просто курс, который просто рассчитывает. И курс этот меняется у нас в системе два раза в неделю – вторник и четверг. Системы как таковой, то есть, чтобы вы его потрогали, пощупали, увидели, ее нет. И я понимаю, что сейчас, может быть, режет ухо то, что я сейчас вам говорю, но это плюс этой системы. Самый лучший плюс, который мы можем придумать. Почему именно МММ-2.0? Ну, потому что мы им уже многое. 2.0 – это 2020 год, когда оно начало. Еще раз напоминаю, здесь никто никому ничего не гарантирует. Никто никому никаких обязательств взаимных не дает. Но есть одно большое отличие и один большой плюс. Здесь все средства хранятся на личном криптокошельке участника, и люди безвозмездно переводят их друг к другу напрямую. Как юрист в прошлом, у меня опыт 12 лет, то есть, я был прошлым следователем, расследовал дела экономической направленности. В производстве были дела по пирамидам. Поэтому, когда мне кто-то в жизни говорит, ну, я в интернете уже 2005 года активно начал развиваться, 2007-го. И когда мне люди говорят пирамиды, я говорю, а вообще-то знаешь, что такое пирамида? Ну, да, конечно, слышал, я говорю, расскажи. И вот на этом люди начинают плавать всегда. То есть, люди начинают мякать, бейкать, повторять какие-то зазубренные истины, которые пишут в интернете. Я говорю, обоснуй, пожалуйста, что ты подразумеваешь под пирамидой. И когда я вижу, что человек не разбирается, я говорю, глянись вокруг, ты живешь в пирамиде. Вот, поэтому, ребят, когда говорят МММ-пирамиды, это не совсем так. Давайте будем разбираться вместе. Во-первых, неуязвимость. Это очень положительный фактор. Как я уже сказал, у нас нет сайта, у нас нет бота, у нас нет личных кабинетов. И это предопределяет то, что хакеры, так называемые, мошенники, которые могут завладеть деньгами, они этого сделать не могут. Потому что хакнуть нечего, сайт положить тоже нельзя, потому что вообще нет денег там внутри. Нету личных кабинетов. Тоже нету. То есть, отсутствует единая база данных. Понимаете? Это очень важно понять. Нету серверов и центров управления. То есть, распыленность, паутина, именно это делает систему такой, какой она изначально и замышлялась. То есть, это не дает никаким физикальным органам, никаким спецслужбам, никаким властям в любой стране мира уничтожить и победить эту систему. Вот этим страдала МММ от предыдущих вообще поколений. То есть, МММ 2011 года, 1994 года. Потому что была централизация. У нас децентрализация. И сейчас вы об этом тоже узнаете. То есть, отсутствует единый счет приема и распределения средств участников. Это основополагающий признак наличия пирамиды. У нас отсутствие единого счета приема и распределения средств участников исключает признаки пирамидальности. Отсутствие сайта с личными кабинетами, как я уже говорил, боты. Также централизованная концепция концентрации и распределения средств всех участников. То есть, смотрите, как все происходит. У рычагов, скажем так, управления или у единиц управления, коими являются десятники, сотники, тысячники и темники, вообще нет допуска к средствам участников. Вообще никакого. То есть, я вот, допустим, действующий десятник, Александр Слободенев, действующий десятник, он при всем своем желании не сможет никак повлиять на то, чтобы свой карман каким-то образом увеличить. Единственное, что, допустим, я бы мог сделать, или, допустим, Александр, в данном случае, если мы были недобросовестными людьми, непорядочными, мы могли, допустим, при подаче заявки участникам вписать или поменять свой криптокошелек, поставить. Ну, к чему бы это привело? Да, мы могли бы получить максимально по 2000 долларов. Но, извините меня, дорогие друзья, мы взрослые люди с большим опытом жизненным и багажом знаний, накопленным в интернете и навыками. Неужели мы эту, скажем так, свою репутацию очень положительно поменяем на 2000 долларов? Но она на том и стоит. Поэтому никогда этого не будет. И мы стараемся, чтобы здесь у нас тоже формировалась, скажем так, активная позиция у каждого десятника и понимание, что он является очень ответственным звеном. Учет и контроль здесь ведут десятники. То есть, знаете, помните, допустим, как было у Чингисхана в свое время, у него войско делилось на десятников, сотников, тысячников, кемников. Была очень жесткая дисциплина. То есть, если один участник или один воин из десятки совершал какое-то преступление без нарушения правил установленных, казнили все десятку. У нас такого нет, мы не войско Чингисхана. Но мы просто прекрасно понимаем, что такая система управления, она не стоит. То есть, у нас децентрализация. Учетом и контролем занимаются десятники. Эти люди проживают в разных уголках мира. Они просто координируют направление средств участников напрямую друг к другу. То есть, они не имеют доступа к средствам. Вот, допустим, сегодня простой пример. У меня, соответственно, график выплат. Вот, и люди пишут заявки на выплаты. Соответственно, я ее получаю. Я просто смотрю, у меня есть своя таблица учета. Я по ней просто распределяю поток этих денег. То есть, да, кто-то хочет помощь оказать, кто-то ее хочет получить. Я просто взял, перераспределил. Все рады. Кто-то оказал, кто-то получил. Так у нас это все работает. Поэтому контроль за добосовестностью действия десятников осуществляет сотники, далее тысячники, далее темники. Десятник управляет ячейкой численностью от десяти участников. То есть, до десяти участников является ячейка. Просто в ней нет командира десятника, она входит в состав десятки десятника. А у десятника своя команда. Начиная от десяти человек, она может быть 30 человек, 40, 50, 60, 70. Вот в данном случае у нас сейчас, скажем, нехватка с кадрами десятников, потому что мы очень, скажем, ну, может быть, предвзяты и строго к этому относимся. Но мы понимаем, почему мы это делаем. Мы не хотим просто, чтобы сюда пришли люди и сказали, я хочу быть десятником. И все, он сидел бы, ножками махал, он ничего бы не делал. Нет. Это труд. Это каждоденный большой труд. И благодаря этому труду, вот, именно так у нас работает и функционирует все в нашей команде. Потому что у нас все настроено, и мы, соответственно, к этому относимся. Далее сотник. Сотник – это тот человек, который управляет десятками. У него своя задача координировать работу десяток. Тысячник – это тот человек, который координирует работу сотников. И темник – это управляет тысячниками. То есть стерник – это тот человек, который управляет 10 тысяч человек. Поэтому, если кто думает, что я не имел опыта, допустим, в какой-то партийной организации, к сожалению, ребят, этого не подойдет. Здесь тогда таких вот партийных деятелей были, приходили, хотели. Ну, не получается, понимаете. Здесь нужно вкалывать. Реально вкалывать. Поэтому, если вы думаете, что десятники, сотники, тысячники, пятенники – это люди, которые ездят на жирных Массадесах, там, живут в виллах. Это просто, наверное, люди просто не заботятся о нашем лагере, понимаете. И, может быть, кому-то это сложно понять, потому что люди, к сожалению, сейчас, в настоящее время, почему-то везде ищут подвох. Почему-то они думают, что вокруг обман. Вокруг уже жесткие люди, жестокие, везде хотят обмануть. Может быть, отчасти это и так, но нужно верить, в принципе, в хорошие дела. И помните, у нас сказка в детстве воспитывали, наши мамы всегда, бабушки и дедушки. Вот. Именно потому что, ребята, кто-то фамилирует, пожалуйста, давай включите микрофон. Так, кнопочка есть такая, нажмите ее. Вот. Не надо чаткать, не надо семечки щелкать. Здесь вы отвлекаете просто меня и ребятам тоже. Так вот, дорогие друзья, поэтому нужно верить в лучшее. Если мы не будем верить в лучшее, то, соответственно, мы не будем замечать лучшее, то, что в нашем мире есть и то, что у нас находится. Итак, механизм. Десятник – это просто-напросто оператор, распределяющий поток средств между участниками согласно и запросов. У каждого участника есть своя система учета. Ее не только он. У каждого участника есть своя таблица, которую введет в десятки. Таблица своих целей, к которому предоставлен участникам допуск в режиме чтения. Он там не нужно относить эти изменения. И, соответственно, обязанность, дорогие друзья, после следующего дня, пожалуйста, обязанность каждого участника наблюдать за этой таблицей, смотреть рост баланса, естественно, и при разнообразии определенных условий сообщать, чтобы он выбирать из-за этого средства. У нас есть также бонусные начисления, у нас есть бонусы по акции. Поэтому мы всегда за то, чтобы люди, которые приходили сюда, серьезно начали в этом моте сеть. Потому что, поверьте, ребята, 50-50 долларов. У меня сегодня набралось 200 долларов, 500 долларов, 600 долларов, 50 долларов. Вот где-нибудь такое. Видите, если я отвечаю, что бывало, если сам, слушай, эти деньги, надо заявить, напиши мне, пожалуйста, запрос, и я тебе их сейчас пришлю. То есть, десятник присылает, а он просто комбинирует нахват этого человека, который ему присылает эти средства. По этому, я иду, что зря. еще раз подчеркиваю, отличительного, особенно, именно, эта система, у десятников, у сотников, у тысячников, у техников, нет допуска к вашим советствам. Поэтому, человеческий фактор, здесь, вспомнил, все исключено. Здесь, если нет, то есть, скажем так, простым языком, лимиты на выход, лимиты на выход. То есть, каждый участник может оказать помощь. У нас такое название, то есть, оказание помощи. Это называется, что человек просто заберет и дает заявку. То есть, я хочу, допустим, оказать кому-то помощь на сумму, там, 100 долларов. Это, внимание, на сумму, которая здесь требует. Максимальная сумма это 1000 долларов. Да? То есть, 1000 долларов. Вы можете, так оказывать, сухую помощь на любую сумму. От 100, да, 1000 долларов. На 100, на 200, на 300, на 400, на 900, на 600, на 600, на 600, на 800, на 900. Вы можете подобрать за 10-10 дней, ограничивать просто наоборот, если ваши деньги большие, накапливаются, сообщают об этом вам. Хотя, это не его задание, что-то просто уже такой сервис, наверное, у нас, практически организовался. И, я говорю, вовремя, забери, пожалуйста, свои деньги, у тебя вместо тысячи две тысячи. Отделай, заявляешь, и ты получишь эти средства. И так происходит практически. Что происходит дальше? У нас есть реинвест. В нашей команде реинвест составляет 99%. Ребята очень высокие показатели. Это очень большой высокий показатель. Но это и результат большой работы в деле экономики. Потому что практически все люди, которые получают средства, участники, которые находятся у нас, практически все из-за исключения реинвест просто человеку может быть не понравились какие-то немножко жесткие правила, которые у нас есть. я еще считаю жесткими. То есть восприятие может быть такое было, что кто-то должен уговаривать его. Никто обстоятельствует здесь никого не уговаривали. Здесь каждый по своему желанию принимается когда решение не зашел, то есть никто не дает ли действия вообще. Это наше право. Захотели, зашли, захотели, не зашли. И в том говоря, ничего не будет. Но новое внесение наших средств в топ на оказание в поруче называется «Корейный визит». Сумма максимальная это уже тысяча и нижняя граница 100. И пока эти границы расширять не будет. Есть определенные причины, потому что мы не хотим, чтобы здесь был какой-то дымин, либо кто-то брал, захотел большую сумму 10 тысяч, 15 тысяч долларов, и люди стоят и ждали проконтать эти деньги заходят. То есть мы не хотим этого. Мы хотим равном условии для всех и соответственно, чтобы все получали здесь максимуму комфортные условия. Условия простые предположительно на рост приказной помощи в 50 процентов в месяц. И плюс еще обязательная запрос помощи один раз в два месяца минимум на 200 долларов. Что это значит? это значит, что поэтому если обязательно в течение двух месяцев вы должны минимум один раз запросить деньги минимум на 200 долларов. Вообще очень интересная здесь ситуация. Знаете, это не хайпер не переграммиров которые допустим внесли деньги и понятно когда получишься либо просто когда все занял заморожено у вас полгода приема там знаете в хайпер как был определенный пакет закидывается деньги и все 151 то есть ситуация но через несколько дней это произошло несложно можно эти деньги я понимаю что у меня не будет прибыль и не понимаю что я какому так оказалось он чуть-чуть в течение что что-то еще допустим на так как вас я понимаю так как работает это большой плюс эта система что ваши деньги куда-то не замораживаются то что по ним доступны всегда просто и вы можете в течение до месяца забрать сумму пока не до месяца то есть вот об этом вы заявки просто пишите допустим стаж не нужно подректировать сумму а допустим я сказал пожалуйста заставил у нас есть в группе у нас все прописано полочки разложены там есть заявки заявки на оказание помощи от первой реакции и мы видим кто кому чего отправлял и на сайт есть вот такой момент что будет если я приношу под то что он не как не может сейчас у каждого из вас есть возможность запренд решения личного партнера который оказывает помощь с до до Warren получить этот период с 15 марра до июня 50 процентов от его биноначального А как занять помощь? Растой при меня. Приходит, и Хэль говорит. И я хочу стать счастливым. Ёбка, когда села уходим. И Хэль говорит. Я хочу показать такую мощную сумму в тысячу долларов. Хорошо. И эта сумма заходит, например, на 500 долларов. Уже получали помощь. Которые получают регулярные сферы. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики. Чтобы мы видели, что такие люди есть. Что у меня неголословная вся информация. Что у нас все это реально работает. Вот, кстати, у нас в группе есть. Я сделал отзывы. Я сделал отзывы. Ребята начинают делать видео. Я сделал отзывы. Потому что... А потому что... А потому что... У людей приют, они не понимают, что... Ну, это классно. Потому что они начинают верить в то, что вокруг меня нет. Мама в руку. У меня есть какие-то права. Понимаешь? У меня есть люди. Мама. Там перешли по полосу. У меня вот это... Когда я пришел сюда... Время здесь было... Немножечко разорваться с шатами. Были вообще разные мультиволитные единицы. То есть, были рубрии. Гребины. Тенге. Сомы. Не знаю, почему это работало. Но я не знаю, почему это не работало никто. А вот. И у нас, во-первых, пришла волна мысль перейти по мосту в ЮСДЦ. Почему я веду здесь? Потому что у нас комбината международная. У нас люди абсолютно с разными странами. У нас Россия, Украина, Казахстан, Киргизия. Поэтому мы пережили на ЮСДЦ. Скорость от этого увеличивалась в разрыв. Поэтому мы оперативно взаимодействуем. Почувствуем, что выяснили на системе. По состояниям выучения. То есть, кто у нас участие, я знаю, что в любой времени это специально связано с связниками и с связниками, которые тут же на свете. И вот, вот знаете, вот. Я тоже знаю, как это видоспечистое. И вдруг у нас есть. То есть, компьютерам очень-очень, вот эти моменты. Помощущие людям, там, допустим, покупки, какие-то эффекты, либо там, подалечивающие, где-то там, переводы в Евро, там, подублики, куда-то. Вот. Это заслуги. Мы измельчаем по сути. Просто она такой серый кабинок. Видите? Вот. Она есть. Это все ее заслуги. Так вот, дорогие друзья, мы просто показываем помощь и, соответственно, получаем ее максимально в течение двух суток. Вот. И если, ребята, я беру, что мы развивались сами для своей команды. Вот. И, что у всех здесь было как-то и весело, и счастливо. Поэтому все участники нашей команды вот такие риски имеют, они такие грустные, не доверяющие, которые показывают. Все довольны, все себе чуть-чуть замечательно. Все начнут, наверное, оттаивать, потому что все приходят поверить, такие вещи сначили. А после числа я провел, а потом, сдавь на машину, и на машину, они вытаскивают, до конца. Вот, они ну-то... и подъезд. их, перейти. И у нас здесь нет, отнюдь, там, иди-пoundешай. иди-пoundешай, иди-пoundешай, тогда, иди-пoundешай, иди-пoundешай, и не дошить, потому что люди сами начинают приглашать, они просто оплывут от того, что они получают деньги, они не верят в это вообще никогда. Вчерашний пример, раз, все, все, то есть, какая-то только недоверие, конечно, у каждого в институте, все понятно, но то, что по факту происходит у всех людей, и вот такие лица, которые мы видим, приятного отзыва мы получаем, знаете, чувствуешь себя так, что ты что-то хорошее в этой жизни делаешь, что такие лица какая-то у тебя есть, и все, что людям добро радовать, а не просто, как бы, пытаясь их чем-то оплывать, потому что люди, к сожалению, чувствуют почему-то только вот это же, что их кто-то должен прийти за это оплывать, поэтому они не хотят расставаться со своими деньгами, и я это прекрасно понимаем. Вот, поэтому у нас все открыто, просто и честно. У нас присутствует система, то есть, помню, делью, я с самого начала, но при этом, может, я тоже не сразу, то есть, у нас все осталось, которое пирсом создалось, и сейчас мы просто пришли к тому пониманию того, чтобы сохранить это множество, и, соответственно, чтобы стать еще сильнее, мы разработали систему, которая состоит из регулярных презентаций, поэтому для того, чтобы рассказать об этой возможности, не нужно придумывать что-то, не нужно там складывать слова, потому что нести его на себе на информацию, просто человека приглашайте сюда, скажите, вот есть там какой-то спикер, он обо всем расскажет, приходит новичок, хорошо говорит, ладно, мне все понятно, я хочу стать вашим участием, что надо для этого делать? Вот он стал, регулярная школа для участия, начинается, в эту школу он приходит, соответственно, проходит подготовку, получает ответы на все вопросы, и он чувствует себя как круглый музей, круглый сообщество, которое друг другу помогает, он чувствует, что он не один здесь, понимает, что человек, которого он пригласит, потому что он по-любому пригласит, он чувствует перед, начнет, завтра с удовольствием, он получает результаты, вот, вау, это вообще тема, которую я всю жизнь не читал, и он понимает, что есть механизм подачи информации на презентацию, что есть механизм подачи на презентацию, и из этого количества людей, мы уже смотрим, мы делаем けpel, которые активны в жизненной позиции, которые хотят тоже это подвигать, которые хотят помогать. Естественно, у нас десятники тоже получают человека из-за этого вознаграждения, конечно. Но десятникам стоит, может быть, не каждый человек, у этого есть определенные требования. И морально одинаково есть, соответственно, и человек должен тоже технически немножко побелторно говорить. Для этого мы создаем, что у кого-то дуально придет около 50, ты говоришь, и она уже работает. Вот вчера мы садили с одним из лидератов и буквально занимались в 4 часа. И не поддерживали. Вот это не так, чтобы дать ему какие-то вилю руки, зайти, что-то он так посмотрел. Ну все, потянешь, потом сам разберешься, потом увезет, потом, конечно. Нет, нам нужны люди, которые будут реально обводиться. Таких обводствов мы здесь готовим. Если хотите, таким образом стать, ну сначала покажите себя, заявите о себе, покажите результаты, и потом, естественно, мы на то, чем мы будем поговорить. Действия. У нас не просто слова, у нас действия, у нас реальные действия. У нас реальные действия, мы такие не сильно, как бы, разговорчивые, вот, молча, у нас, наверное, с Александром, но мы постоянно на связи, мы постоянно отвечаем, мы постоянно в связи с любым участникам. Поэтому у нас регулярные командные акции, которые мы тоже со своими мозгами придумываем, вот, создаем промо, сейчас данный момент уже создается промо на английском, на немецком, на языках. Это то, что мы знаем, это то, что сейчас уже подготовка идет, и в последствии будут создаваться промо на других языках. Почему мы это делаем сейчас, потому что люди приходят из разные страны, а у меня уже сейчас проблема, как мне помещаться на английском языках. Ну, что люди, которые, которые, как говорили, у нас, скажем так, дорожная карта, у нас разработана система бонусов, которую мы хотим внедрить, вот, и она у нас прописана уже в разделе проекта и бонусов, можно сказать, почитать, познакомиться, но они не рабочие, и бонусы еще являют на сегодняшний день, потому что нас еще не хватает, как, ну, ведущая еще раз звена, 10, а у нас всего лишь двое, вот, то есть, понимаете, что камень, допустим, не есть, да, то есть камень, энергия определенная, а есть, в камне есть символ, который находится, чтобы камень с места сделать, нужна энергия, поэтому нам нужны люди, которых мы сейчас обручим, как здесь взятников, поставим на ноги, и они будут помогать эту энергию тоже двигать, вот, соответственно, и, конечно, определенное количество участников, которые берем на нашей команде, мы запустим все эти бонусы, и это будет вообще просто ввихрь, это такое, которое вы видите, когда не видите, в моменте не каждой, это, не в каждом сообществе, это такое вообще предлагается, но это будет отработать, потому что будет отработать, мы в 8 месяцев наблюдаем, как это работает, в нашей компании, почему сейчас, в первом году, на сколько тебе лет, он говорит, что ты здесь сядешь, я говорю, слушай, ты сколько лет, ты же еще собрался, если ты сейчас ничего не сделал до сих пор, ну, когда тебе это делать, это придется, то есть, не важно, сколько он лет, ребята, 14, 16, там, 17, 20, 45, и если у вас уже работает вот этот мост, который у нас там есть, ну, я понимаю, что нужно принимать это же месяц и сейчас, если вы хотите дальше обновить кредиток, которые им ситуация обрисовала, если вы хотите сдавать подарки любимых своих женщин, дочерей, допустим, там, девушек, которые еще не садовались в ломбарды, потому что ситуация складывается так, как вы копили куда-то, копили, копили 20, все, и вот стабильная работа, на которую вы выходили. В основном, это потому что статистика и практика говорят о том, что сегодня вы нужны, пока вы здоровы, пока вы можете ходить на работу и выполнять определенные функции, определенные обязанности, которые вас вложили, но пока вы их только не выполняетесь, вы никакому это не нужны. И даже пенсионному фонду тоже не нужны. И сколько в пенсионерах мы видим, когда в Кольфосе собирают, будут вилки, ищут подработку, они там пенсия, сверху крышка, сверху на память, музыка, и вся твоя жизнь за это очень чувствуется. Поэтому, если мы с вами этого не хотим, если мы не хотим бояться за банков, коллектор, оптики, имущества, банкротства, в той ситуации, если у вас уже на пороге, если стоит, допустим, на данный момент, если вы не хотите получить гроши на любимой вашей работе, постоянно жить в страхе, я старался в финансовой задней ситуации, почему не сейчас, почему именно, почему не рассматривайте на предложение, замените, никого не идентируйте, я просто говорю, что вот такая возможность у нас есть, есть прецедент, есть отзывы, есть результаты. У ребят, которые это для себя уже используют, которые получают результаты. Потому что у нас у всех есть несчастные проблемы. Сколько вопросов, сколько приходится смотреть на людей, когда у них нет средств на рекомендах, и начинается загонить, дайте, пожалуйста. То есть, ну, есть же вот решение. Вот для этого всего, пожалуйста, сначала дайте, люди увидят, что это получится. Вселенная так просто устроена. По-другому не получится никогда в жизни ничего, пока никого не дадите ничего. А далее получат, далее получат, далее получат, далее получат. Вот, как это так, ребят. Поэтому у нас есть прекрасная команда, которая только начинает обороты. У нас есть прекрасные люди, которые ведущие ведут команду, вы знаете, что делают. Поэтому ваше решение, ваше желание присоединяться или не присоединяться, оставаться на том, как развивалась, допустим, судьба моих родственников, как развивалась, допустим, что-то у моих знакомых, о которых я не сообщил о том, о том, о том, о том. То есть развивалась абсолютно по-другому. Поэтому, понимаете, и взять ответственность на свое решение, может не показать. Но, когда вы взяли ответственность на свое решение, и рассказали бы на свое решение, в том числе, вы поделитесь со студентами, помните о том, что его жизнь может быть заинтересоваться в лучшую ситуацию, что вы станете участником улучшения его финансовую ситуацию в его жизни. Второе. Завидите об этом предоставившем вас участие. Просто скажите, да, я хочу, что-то нужно делать, он знает, что нужно делать, и процесс запустится. Вы соединиться нужно в нашу команду, вы соединились, окажут, что первая помощь начнет не получать. Все очень просто. Ребята, благодарю за внимание. Я еще подогреваю, что положился по времени, вот, 46 минут, немножко, чуть-чуть. Вы можете видеть моменты подержать, ну, сверху. Если у вас есть, ну, я могу сказать, что я хочу, что я хочу, что я хочу, очень много вопросов, что я хочу, что я хочу, вот, буквально, на данный момент, вот, человек, который был на интернете, я здесь работаю на постоянной остановке, с 2003 года. То есть, я попробовал, ну, можно сказать, с ответственностью, ну, практически все способы, которые существуют в интернете. Такой выложил, знаете, практически все способы требуют специальных навыков. Чем бы вы ни занимались, инфобизнес, программирование, форекс, что-то другое, требуются специальные навыки. Нужно хорошее название и опыт. Здесь у вас есть возможность зарабатывать практически без специальных навыков. Ну, немножко, как работает, как получать и отправлять и криптовалюрия. Все. Это такое минимум знаний, да, что сегодня даже, наверное, школьники и кто свободно это осваивает. То есть, это я считаю колоссальным преимуществом и возможность зарабатывать именно вот в системе. А именно нам, особенно, наши дефекты, потому что мы работаем с криптовалюрией. И второй, второй ряд. Знаете, в каком бы способе мы не работали с фиром, я вот лично встречался везде в ситуации, которая называется одним словом конкуренция. То есть, как только развивается какое-то нормальное, когда-то в начале 2000-х было популярно это инфобизнес, продажа информации, но она работала геометрическая прогрессия расширялась, и она, наконец, до сих пор такого уровня, что стало вообще нефактуально. Почему? Конкуренция все съела. Абсолютно. И каждый новый такой человек, который пытался там что-то продать, он становился конкурентом друг к другу. Наше севере это очень классно. Это создает хорошую атмосферу. Мы вот сейчас здесь чат, мы можем общаться, мы можем видеть, мы можем слышать друг друга отзывы, мы можем получать отзывы. Мы понимаем, что мы издевление одной себе и кто-то цепочку управляет. Но в результате все получали пользу. Огромные пользы. И сколько бы ни расширялось наше 10 штат, это, наверное, будет и сотня, и больше, здесь не будет конкурентов. Здесь не будут все сотрудники. Поверьте, может быть, вы сейчас это все не можете принять, да, во всем объеме, но это такое квадратное преимущество. И это такая возможность в плане расширяться, то есть мы не выбираемся в то, что все, рынок нас тысячи, чем конкуренция. Ну, спасибо большое. Это дополнение. Видите, мы вам всегда поярубим, поэтому опыт уже, который у нас подъединяет навыки, которые есть. Убеждения, скорее всего, взгляды это дорого стоит, потому что согласитесь, в наше время очень трудно найти людей и научных никого, потому что все нас стремятся, все куда-то бегут, люди, так, чтобы никто не хочет ничего делать, если хотят денег на халяву. Ребят, я говорил, и не буду говорить, что красные кнопки обоих нахранитель давно уже нет, появление вон, когда кто-то саша тоже хорошо сказал, что бездет требуются определенные навыки. Несколько лет нужно инициативировать на то, чтобы получить какие-то навыки, потом откатать, потом получить практику, потом начать получать результаты. Потом все проходили и проходим постоянно. Так вот, вот это предложение, которое мы сейчас говорим, почему мы говорим, потому что мы постоянно довольны на нашей семье, довольны, участники довольны, все испытывают нормальные эмоции, как в фильме «Привет, как было, папы дарят женам цветы, детям обнаруженные, смотрите, они перебутся, но вот волосы у нас ребят когда получают, я всегда говорю, ребята, пожалуйста, не копите деньги, как в публичке, возьмите эти бонусы, сходите с детьми, пожалуйста, с семьей, а тогда вывод прислушайте и самому решите для себя нужного вам это не нужно и присоединяйтесь с этими, если может быть, если вы хотите присоединяться, присоединяйтесь, если ты при церкви не заходишь, не важно просмотритесь снимок, ищите варианты предложения в интернете не разное есть, но скажу так, по практике процесса в 2023 год урожай у нас скамывали проект в интернете абсолютно все люди пострадают, в том числе и я тоже не исключением так вот, когда понимаешь то, что от тебя что-то зависит, то есть применяешь все свои навыки и знания, и это ты видишь, что помогает людям, потому что все-таки понимаешь, что, наверное, правильную позицию тоже из-за знания вот, поэтому, дорогие друзья, если есть вопрос, пожалуйста, в студию у меня кто-то ответит. Нет, у меня есть вопрос. Здравствуйте, я хотел бы, я вообще это не ваш партнер, но я вообще это не ваш партнер, но у меня есть такой вопрос. Вот я накажу 100 долларов, но не собрала. И я хочу, я понимаю, что мне сразу не придут, но я могла бы отдать эти деньги кому-то, кому более сейчас нужно, потому что у вас есть помощь другому человеку. Но вы сказали, что гарантии нет, что они назад вернутся. Так вот это мне непонятно. Ну как тогда я с удовольствием дам, пусть человек пользуется вообще это, я так думаю, что когда мне нужно будет очень нужно собрать большую сумму, но я понимаю, что это будет не сразу. Так как это будет выглядеть, если я отдала и потеряла их. Друзья, хороший вопрос. Добрый вечер еще раз. Ну смотрите, гарантия действительно не дает в этой жизни и он ничего не дает. То есть вы даже попадете в банк, гарантии никто не дает стах в компании тоже гарантии не дают то есть надо рисовать классно замечать или будет страховой случай естественно вам начнут оближить что на уши. Так вот здесь гарантии тоже никто не дает почему? Потому что чтобы не было иллюзии у человека что это панацея от каких-то всех финансовых юберных нет нас нет ни одного человека нет у этого человека нет который бы не получил помощь не получил помощь своего реферального здания нет этого все работает от того что нужно что-то делать вот поэтому правильно что если кажется как потребитель скид то есть брать 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 ну конечно это не бесконечный вариант решения а если в этом помощь к выставок в мне сейчас что как бы мне трудно постараюсь найти эти деньги но пока что я могу другим помочь понимаете если кому-то нужно сейчас в этот момент деньги а я могла бы премьер подождать тем более что мне нужно заработать деньги и они как бы меня все вот почему мне интересно почему что я знаю комбинации потому что когда заходишь там есть человек пока получил я ее замечу это уже отметилось но это я чуть-чуть для сравнения вот почему у меня просто вы не 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 понимаете вот то есть нужно бесконечно ходить и говорить что хава 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 но пока вы не попробуете здесь так вот это понятно пол не 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 н не 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 в Если есть вопросы по проекту тематики, то давайте задать вопрос. Я откладываю на бензин. Получается так. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.